Без преувеличения, каждый из нас хотел бы быть состоятельным и чувствовать как минимум безопасность в вопросе своих финансов. Каждый из нас хочет избавиться от страха, что может что-то произойти и нам нечем будет платить по счетам и оплачивать наши кредиты. Предположу, что большинство людей предпочли бы не думать о нехватке денег на свои нужды сразу, как только проснуться. Сегодня я предлагаю вам 5 идей, как всегда быть при деньгах и навсегда избавиться от стресса, который вызывает безденежье. Припомните следующую ситуацию в своей жизни. Каким-то образом нам достались деньги, мы их заработали, нашли или нам их просто подарили. Одна из первых мыслей в нашей голове – куда бы их потратить? Надо рассчитаться по основным расходам, оплатить квартиру, кредит, подписки на сервисы, а также обновить кардероб. Также нужно купить продуктов и хорошо, чтобы осталось еще на что-то. Но, как правило, когда мы начинаем в первую очередь платить всем подряд, но не нам самим, мы с удивлением обнаруживаем, что в этом месяце денег не осталось. Как-то не получилось отложить. Ну ладно, отвожу в следующем месяце. И, как ни странно, подобная история повторяется из месяца в месяц. Для того, чтобы в вашем бумажнике всегда что-то оставалось, начните платить в первую очередь себе. Иными словами, из 10 монет, что вы положите в свои кошельки, доставайте только 9, которые будете тратить на свои нужды. Точий кошелек сразу же начнет пухнуть, и вы вскоре ощутите приятную тяжесть в своих руках, что принесет вам невероятное удовлетворение. Несколько лет назад я тратил все свои деньги в ноль. К концу месяца у меня не оставалось совершенно ничего, и свободных денег у меня также не было. И следуя только одному этому правилу, я за несколько месяцев незаметно для себя накопил около 17 тысяч рублей. Да, деньги небольшие, но все же это лучше, чем ноль. Учитывая, что на тот момент я нигде не работал. Из первого пункта тут же вытекает второй. Не следует путать свои потребности с желаниями. Планируйте свой бюджет так, чтобы вам хватало тех самых 90% ваших доходов, на все необходимые нужды, удовольствия и достойные развлечения. Следите за тем, чтобы ваши расходы не превышали 9 десятых доходов. Тогда по окончанию каждого месяца вы будете чувствовать приятную тяжесть в вашем бумажнике вместо противного сквозняка. В этом выпуске мы не будем затрагивать тему инвестиций. Но все же следующая идея в каком-то роде об инвестициях. Богатство человека не измеряется количеством монет в его кошельке. Богатство определяется доходом, который оно приносит. Каждая монета должна работать и приносить постоянный доход. Другими словами, не тратьте деньги попусту, а тратьте их на то, что в будущем сможет также принести вам деньги. Житейским примером может служить покупка компьютера. Один человек может купить компьютер, затем потратить много денег на крутую мышку и клавиатуру. Дальше он будет постоянно тратить свои деньги на видеоигры. Очевидно, что данная покупка изначально не была разумной. Другой человек купит тот же самый компьютер. Но вместо дорогих аксессуаров он возьмет обычную клавиатуру и мышь. Также он купит какие-то программы и оплатит курсы, чтобы освоить новый навык, будь то редактирование фото, видео, разработка и так далее. Вовсе не трудно предположить, кто в обозримом будущем начнет зарабатывать деньги на этом компьютере, а кто и дальше будет их сливать на новые игры. Четвертой идеей, как всегда, оставаться при деньгах, является не влезать в долги, если их нечем будет отдавать. Когда мы знаем, что в скором будущем у нас появятся деньги, мы уже заранее обдумываем грядущие покупки. Мы уже тратим деньги, которых еще не имеем. Одному человеку это едва не стоило огромных потерь. Один бизнесмен принял решение о продаже своей компании. Он должен был заработать на сделке весьма значительные деньги. Заключению сделки ничего не угрожало, и этот самый бизнесмен решил отпраздновать свой успех. Он увез свою семью на курорт, поселился в самом дорогом отеле и снял вертолет. Он долго летал над островом, отмечая свою победу в бизнесе. Но вдруг раздался телефонный звонок, и ему сообщили, что сделка отменяется, и его компанию не купят. Трудно представить, в каком шоке находился мужчина, ведь он уже взял огромную сумму денег в долг, чтобы организовать этот незабываемый отдых. И в один момент он лишается практически всего, прямо в воздухе, летая над островом. Мужчине стоило огромных усилий и нескольких часов непрерывных переговоров, чтобы отвоевать сделку и все же продать свою компанию. В тот момент он мог потерять несколько десятков миллионов долларов. Но, к счастью, все обошлось. В нашей повседневной жизни чаще всего речь идет о куда меньших суммах. Но все же, большинство людей оказывались в ситуациях подобного рода. Последней идеей, как всегда быть при деньгах, является не просто сберегать деньги, но и зарабатывать. Умение копить деньги и не тратить их попусту, крайне важно, потому что, научившись хранить маленькое богатство из нескольких монет, человек уже способен сберечь и состояние. Но не менее важно умение зарабатывать деньги. В наши дни можно заработать совершенно на всем, стать известным в какой-то сфере еще никогда не было так просто, как сейчас. Нужно стремиться зарабатывать. А как понять, что вы делаете это правильно? Ваши доходы должны расти из года в год минимум на 10-20%. Если имеется такой рост, вы уже на верном пути. Одним из самых больших страхов людей является страх нищеты. И это неспроста. Нищета на старости лет при полной неспособности заработать может обернуться настоящей трагедией. Поэтому следует подумать о том, чтобы заранее обеспечить себе достойную старость и позаботиться о безбедном существовании своей семьи.